Привет, друзья! Меня зовут Соня Фрей, я уже три года живу в Мюнхене. В сегодняшнем видео я хочу поддержать всех, кто задумывается о переезде в Германию или уже живет в Германии и помочь вам пройти этап поисков жилья с минимальными потерями. Поэтому это видео я сделала таким, чтобы оно было доступно для каждого из вас, чтобы любой, кто даже плохо знает немецкий или абсолютно незнаком с этой системой, мог его понять и с успехом пройти через все эти сложности. Поиски жилья начинаются с вопроса, а где же искать это жилье. Конечно, можно покупать газеты или спрашивать у своих знакомых, но самый быстрый и доступный метод это поиски жилья в интернете. Есть много разных сайтов, но тот, которым пользуюсь я, я вам бы очень рекомендовала. Это ImmobilienScout24, ссылочка под видео. Очень простой, удобный и доступный сайт. На этом сайте я выбрала одно из объявлений, чтобы показать вам как пример. Это небольшая квартира, 38 квадратных метров, и написано, что она стоит 610 евро в месяц. Но так ли это? Давайте посмотрим. Я прокручиваю эту страницу вниз, и у меня выпадает сразу огромное количество терминов. Как в них разобраться? То, на что стоит обратить внимание. Первое. Если у вас есть домашние животные, во многих квартирах не разрешено одержать домашних животных. Второе. Если у вас есть машина, подумайте о том, что если вы собираетесь жить в большом городе, таком как Мюнхен, вам где-то придется эту машину оставлять. Также очень важный момент, такой вот тег, на который стоит обратить внимание, это встроенная кухня. Einbaukücher. И во многих квартирах такая кухня есть, но если ее нет, то придется, в принципе, очень сильно потратиться. Обычно во всех немецких квартирах также есть келлер. Это подвал. То есть небольшое такое вот помещение, в котором вы можете складывать свои вещи. И сейчас я прокручиваю страницу вниз и вижу то, что меня пугает всегда, потому что это стоимость этого жилья. И тут так много разных цифр, и я вначале абсолютно не понимала, что к чему относятся, и сейчас я вам хочу это объяснить. Арендодатели всегда очень хитрят. Они на первой странице всегда выставляют так называемую кальт-миты, то есть это как холодная аренда. Холодная она, потому что она включает в себя только оплату за площадь и никаких коммунальных услуг. И обычно, в зависимости от количества проживающих людей и от площади, также к этой холодной аренде добавляется значительная сумма на коммунальные услуги, на отопление, на воду. Электричество обычно нужно оплатить отдельно. И эта сумма, например, как в этом объявлении 610 евро, вырастает до 710. И также учтите, что могут быть дополнительные расходы, например, на парковочное место. Очень интересный пункт это каусьон. Что это вообще такое и почему нужно так много вообще платить? Это залог, то есть это деньги, которые вы теоретически в конце вашей аренды получите обратно. Эти деньги арендодатель получает для того, чтобы обезопасить себя в том случае, если вы, например, испортите что-то в его квартире, что-то разобьете, сломаете. Если вы, например, в какой-то момент перестанете платить арендную плату. То есть это деньги, которые залоговые и которые теоретически вы полностью получите обратно, когда вы будете съезжать с этой квартиры. И мы переходим к описанию квартиры. Тут, конечно, вам придется поработать со словарем, потому что описания очень разнообразные. Но в любом случае, то, что там обычно, та информация, которая там есть, это информация о том, сколько комнат, кухня, как вообще она оборудована полностью или частично, есть ли у вас в подвале стиральные машинки. Потому что в Германии очень часто люди не держат у себя в квартире стиральную машинку, а пользуются общей стиральной машиной для всего дома. Один из важных пунктов, который обычно размещают в самом низу объявления, это расположение квартиры. То есть там указано, насколько близко она находится к центру, насколько она окружена разными магазинами, школами, детскими садиками, насколько хорошо эта квартира связана с разными видами общественного транспорта. В Нюнхене, обратите внимание, есть U-BAN и есть S-BAN. При этом U-BAN это такое вот подобие метро, оно ходит больше в центральной части Мюнхена и доходит до предела в Мюнхен, но не выходит за пределы города. S-BAN это подобие электричек, то есть эти электрички ходят также в небольшие города возле Мюнхена и, конечно, квартиры, которые находятся как бы за пределами Мюнхена, будут, соответственно, более дешевые. Представьте себе, что вы выбрали квартиру, которая вам нравится. Или обычно это делается так, что просто вы пишете письмо и рассылаете его абсолютно на все объявления, которые есть, в надежде, что какая-то часть людей все-таки вам ответит. Какие документы вы должны предоставить, чтобы точно понимать, что у вас есть хорошие шансы получить жилье. Первый очень важный пункт это шуфа. Это доказательство того, что у вас нет кредитов неоплаченных или каких-либо долгов. Это делается онлайн, но за это нужно платить, стоит 25 евро. Следующий пункт это доказательство вашей финансовой состоятельности. В лучшем случае это доказательство вашей зарплаты. Желательно за три последних месяца. И последнее, и, наверное, одно из очень важных, это selbst auskunft. То есть это личная информация. Это вот такая вот анкета, в которой вы пишете свое имя, фамилию, сколько вы зарабатываете, хотите ли вы заводить на вашних животных, были ли против вас какие-то судовые дела в плане аренды. И это действительно анкета, которая очень важна, потому что она в краткой форме дает арендодателю представление о вас. И это является основой для принятия решения. Только когда вы сходите на 10, 20 или даже больше посещений квартиры, только одна из этих квартир окажется идеальной для вас. То есть она будет нравиться вам, она будет вас устраивать, и владелец квартиры также будет согласен, чтобы вы там жили. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и помните, что в ваших комментариях вы можете сформировать тему для моего следующего видео. Пока, до новых встреч!